Главный учитель страны в Караганде. Сегодня Бахаджан Жумагулов посетил учебные и образовательные учреждения города. Визит министра в шахтерскую столицу имеет статус рабочий. Высокого гостя сопровождал Аким области и Бельгазик Усаинов. На совещании, которое прошло в КарГТУ, гости обсудили самые острые вопросы, касающиеся образования в республике на сегодняшний день. Подробности поездки в материале наших журналистов. В этом году в Караганде откроется Назарбаев интеллектуальная школа, которая стала первым отправным пунктом утреннего визита министра образования республики. Строительство интеллектуальной школы химико-биологического направления идет без отставаний. Согласно проекту, здание школы будет состоять из 13 блок-секций, предусмотренный спортзал, досуговый центр интеллектуальных игр, кабинет истории, химии, биологии, информатики, робототехники, нанотехнологии, словом, со всеми новейшими инновационными технологиями. Далее Бахаджан Жумагулов посетил улице школы номер 101, которая по оснащенности является одной из самых передовых в Караганде. С 2007 года руководство школы решило применить экспериментальный проект, предполагающий кредит на дистанционную технологию образования, по которой обучаются студенты в высших учебных заведениях страны. Учебная деятельность самого ученика предполагает, что учащийся осваивает 3-4 часа самостоятельно. Это есть один кредит, но при освоении этого он использует свой из графика. Он может эти один кредит пройти за один год, как положено, может за полгода, за два, за три месяца. И при этом он может не только в школе встречаться с учителем, но и связываться с ним дистанционно, по электронной почте, по видеосвязи. В свою очередь министр образования отметил хороший уровень оснащенности школы. Особенно понравился специальный конференциал, посвященный первому президенту Казахстана. В этом кабинете можно найти книги и иллюстрации о профессиональной жизни Нурсултана Абишевича. Здесь Бахаджа Жумагулов побеседовал с лучшими учениками школы, которым пожелал дальнейших побед в учебе. Я тоже всегда про себя благодарю главу государства за те условия, которые мы сегодня имеем. Я желаю, чтобы вы также и дальше развивались в этом направлении. У вас хорошая школа, директор. Несмотря на то, что в вашей школе уже 20 лет, она выглядит так, как будто только вчера открылась. Главной целью поездки министра образования в Караганду стал республиканский семинар, который пришел в КРПТУ. Здесь состоялась встреча министра образования и науки Бахаджана Жумагулова с работниками образования и науки Караганды и области за обсуждением темы «Система образования и науки страны на новом этапе развития». Были рассмотрены результаты деятельности национальных научных и инженерных лабораторий коллективного пользования, актуальные проблемы и дальнейшие перспективы их развития в связи с модернизацией образовательной системы. Ректор КРПТУ, академик НАНРК Арстан Газалиев выразил благодарность за оказанное внимание и поддержку со стороны Министерства образования. Спасибо вам за то, что поддержали нас в строительстве нового студенчества общежития. В России увеличилось финансирование научных исследований, в том числе в лаборатории инженерного профиля уже получило базовое финансирование на общую сумму 32 миллиона рублей. Также делегация познакомилась с выставкой инноваций КРПТУ имени Сагинова инновационно-научно-техническим комплексом и центром медуального обучения вуза. Проведение республиканского семинара на базе КРПТУ обусловлено тем, что здесь функционирует одна из наиболее успешных в области инновационных разработок и коммерциализации научных исследований инженерных лабораторий коллективного пользования, комплексное освоение ресурсов минерального сырья. Также министр образования и науки отметил. А Карагандинский технический университет, где когда-то учился наш глава государства, он должен задавать том подготовке именно инженерных кадров, чтобы нам не было упрек, что инженеры наши не умеют читать чертежи и так далее. Для этого есть база практик, Карагандинский металлургический комбинат, другие шахты управления. Так что все возможности есть и главная задача сегодня стояла – это подготовка кадров новой формации. Аида Ибраева, Габит Карабаев, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.